Всем нихао! Вы на канале Русский Китаец. Сегодня будет необычное видео. Вы мне задаете тысячу вопросов, на которые мне постоянно каждому из вас приходится отвечать. Поэтому я решил снять это видео и ответить абсолютно на все ваши вопросы. Но в этом видео не только я буду отвечать на вопросы, а также покажу тот автомобиль, который вам очень нравится. Давайте начнем с первого вопроса. Вы мне все задаете, а какие гарантии вообще ты там какой-то русский китаец, мы тебе деньги переведем, ты там пропадешь и так далее. Давайте я вам отвечу на этот вопрос. Меня зовут Мисюткин Владислав Алексеевич. Я родом с Иркутской области, с города Железногорска и Лимского. У меня и все родители, и родственники, друзья все живут там. В Китае я нахожусь уже более 8 лет, скоро уже 9 лет будет. Занимался майнерами, вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале. Я очень много кому отправлял майнеров, там обороты выходили на сотни миллионов рублей. Сейчас я начал заниматься автомобилями. В Китае, конкретно в городе Шиньян, у нас есть экспортная компания, она оформлена на моего друга. То есть китаец, который помогает мне с этим вопросом. Я не могу ее оформить на себя, потому что у иностранца нет таких прав. Соответственно, как проходит сделка купли автомобиля? Мы с нашей компанией выставляем вам официальный контракт-договор. В нем есть инвойс, по которому вы приходите в банк и оплачиваете конкретно ту сумму, которая идет на покупку автомобиля, плюс затраты для экспорта этого автомобиля в Россию. То есть его затаможка, постановка на учет, техосмотр, временные номера, страховка, налог еще на новый автомобиль. Кстати, вот налог абсолютно платится на все автомобили новые, кроме электричек. После этого мы покупаем машину. В течение 3-5 дней мы полностью подготавливаем все документы. И буквально еще требуется 3-5 дней, чтобы ее доставить до границы. Машина приходит на границу в город Суэфэнхэ, там она переходит границу и попадает на склад временного хранения в городе Уссурийск. Вот этот переход через границу, он отплачивается отдельно. Если вы у меня видели прайсы в моем телеграмме на автомобиле, там конкретно расписано, куда и на что идут деньги. На складе временного хранения машина таможица вам официально выставляют государственную пошлину, которую вы оплачиваете через банк, а также отдельно оплачиваете брокерские услуги. После этого, как вы оплатили свою вот эту таможенную пошлину, машина переотправляется в город Владивосток, где на нее получаются справки СБГТС, ПТС и так далее. После получения справок вам также выставляют официальный счет, вы идете в банк и оплачиваете. И вот как вы оплатили, все, по сути машина готова, вы можете забирать ее, либо мы вам можем организовать доставку с города Владивосток именно до вас. Скоро, я надеюсь, уже к марту 2023 года у меня в Красноярске появится компания, также планируем открывать ее и в Иркутске, возможно еще и в других городах, куда вы сможете прийти и заключить с нами договор купли автомобиля. То есть вы нам даете деньги, мы дальше уже все делаем официально через договор, то есть вы будете защищены нашим российским законодательством, вот вам такая гарантия. Но если вы будете оформлять договор через фирму, за это будет взиматься еще небольшая плата, ну, те люди, которые будут в этих фирмах работать, им нужно же платить зарплату. Когда у нас будет фирма, мы сейчас налаживаем связи с банками, чтобы мы потом могли продавать любые автомобили даже в лизинг. Давайте на первый вопрос я вам уже ответил, вы можете сейчас уже в комментариях написать, понравился ли вам ответ на первый вопрос. А пока переходим к машине. Субтитры сделал DimaTorzok Почему я решил снять в аренду вот этот Танк 300? Потому что мне самому нравится эта машина, как внешне, так и внутри. Ну и также вы очень много спрашиваете меня про нее, сколько она будет стоить, и там сними на нее обзор и так далее. Поэтому вот ловите. Вы, наверное, все знаете компанию Great Wall. Она давно как бы полюбилась русскому водителю. И у них есть линейка Way, конкретно, которая выпускает именно премиальные Great Wall. И вот Танк 300 как раз один из представителей этой линейки. Этот красавец имеет двухлитровый турбированный мотор в 227 лошадиных сил. У него крутящий момент 375 ньютонов на метр. Следующий вопрос. Вы меня всегда спрашиваете, занимаюсь ли я кроме новых автомобилей бэушными? Да, я занимаюсь бэушными автомобилями. С 1 февраля у меня уже будет как раз работник, который будет отвечать за бэушные автомобили. То есть вы через него можете узнавать, почем тот или иной автомобиль встанет с растаможкой в России. Он вам будет скидывать ссылки на эти автомобили. То есть вы будете выбирать из всего нами предложенного. Вот я сел сзади, по размерам достаточно все удобно, колени никуда не упираются. Как бы при моем росте 185, ну чувствуется все комфортно. До потолка тоже большое расстояние, то есть нигде на кочке не ударюсь и так далее. Здесь у нас подлокотник с двумя подстаканниками, посередине регулировка кондера и два USB порта. На самом деле вот тут вот этот порог высоковато. Вот чтобы вот так садиться, не совсем удобно. Если вот так садиться, то тоже не совсем удобно. Если может у вас рост поменьше будет, возможно вам будет комфортнее. Мне с моим ростом не так уж удобно слезать. Но вот если вот так слезать, если вы в штанах будете, а пороги по-любому будут грязные, по-любому всегда будете мараться. Поэтому нужно вот так вот вставать и спрыгивать. Также многие из вас спрашивают меня, а если я сам приеду в Китай, куплю машину и вывезу ее. Ребят, такая схема не сработает. Китай это совсем другая страна, тут другие законы, другие правила и так далее. Вы не сможете приехать, купить автомобиль и вывезти его. Во-первых, деньги должны поступить именно из-за границы, чтобы машина могла экспортироваться. Также у вас должна здесь быть компания-экспортер, которая примет эти деньги, которая оформит этот автомобиль на себя и которая экспортирует его в Россию. Багажник открывается нажатием на кнопочку. Дверь мощная, тяжелая. Первое впечатление о багажнике. В принципе, нормальное. Он как бы ни большой, ни маленький пойдет. Здесь имеется розетка, прямо наша обычная, даже подойдет и для нашей русской вилки. Ну и также прикуриватель. Запаска у нас висит на двери, а здесь какая-то хрень непонятная находится. Я не понимаю, что это. Ну ладно. Багажник большой. Высокий, высокий. Не совсем будет удобно что-то оттуда брать. С маленьким ростом. Здесь у нас можно тоже что-нибудь положить. Закрывается. Вот так. Надеюсь, у которых, китайцев, я взял этот автомобиль, не увидят это видео, но я просто залез посмотреть, прочно здесь крыша или нет. Потому что эта машина будет предназначаться в России для каких-нибудь рыбалок, каких-то охот и так далее. Поэтому здесь можно прямо лося положить спокойно сверху и отвезти его до дома. Ребят, не нужно постоянно меня спрашивать, эта машина сколько стоит, та машина сколько будет стоить с доставкой в Россию. У меня в группе есть большой прайс. Сейчас он на 200 машин, но постоянно он обновляется. То есть постоянно пополняется новыми марками автомобилей. Поэтому заходите ко мне в группу, смотрите, если нет данного автомобиля в прайсе, вы можете мне писать и конкретно спрашивать, какой автомобиль и по какой цене будет в России. Ты уже отъедешь на машине третий день, четвертый день катаешься. Как тебе вообще впечатление от собственного въедения? Короче, я до этого видел эти машины, я на них не ездил. А когда я ее увидел, ну вот снаружи, снаружи это как наш русский УАЗик, а внутри это реально Гелик. Потому что тут все скопировано, по-моему, от Гелик. Вот вообще один в один. И мне нравится. Вот здесь как бы все нормально сделано. Вот что мне не нравится, ручка переключения скоростей. Она какая-то дешманская, по-моему. И вот так хоп, нечаянно. Я просто люблю вот здесь руку класть. А вот так руку положил, и она вот на нейтралку переключилась. В принципе интересная, но она какая-то вот пластмассовая, но можно было сделать ее потяжелее, то ли железную какую-нибудь. Короче, я считаю, если бы она была помассивней, либо не так просто вот так вот переключалась, было бы интереснее намного. Я, кстати, переключил вот меню на полностью, на английский язык, чтобы вам показать русского. Здесь нету, но я думаю, ее можно будет перепрошить где-нибудь в России. Но английский, в принципе, тут все понятно. Система не совсем трудная, не как в каких-нибудь там Лисианах или там в Джиле. Более-менее. По подвеске здесь очень все хорошо настроено. Она не совсем мягкая, не совсем жесткая. Короче, прям пойдет. Вот ездишь по каким-то лежачим полицейским, и ее не болтает, не трясет. Она отрабатывает грамотно. По шумоизоляции мне тоже здесь все нравится. Не особо слышно вообще, что снаружи происходит. Арки колесные тоже не слышно, хотя тут колеса здоровенные. Только слышно вот это сопротивление воздуха небольшое. Есть тут немножко именно машина, потому что квадратная. Впереди большой капот, стекло почти перпендикулярное, лобовое. Поэтому есть такой звук сопротивления с ветром. Вопрос номер восемь. Почему я не вожу автомобили через третьи страны? Казахстан, Белоруссия, Киргизстан или еще что-то. Я считаю, что в нынешнюю политическую и военную обстановку мне есть безопасно возить через эти страны. Потому что абсолютно все может произойти непонятно когда. И просто, ну представляете, вы будете ждать машину, что-то произойдет, там какая-то граница перекроется. Ваша машина просто в третьей стране останется. А Китай с Россией это две дружественные страны. У нас между собой никаких проблем нету. И поэтому через нашу границу мы поставляем машины буквально вот от покупки до момента перехода через границу на таможню Уссурийск 10 дней. Вопрос номер девять. Русификация автомобилей, либо перевод их на английский язык? Ребят, не все машины сейчас можно перевезти. К примеру, Эксид. Я договорился с дилерским центром, конкретно именно для того дилерского центра, где я покупаю автомобили. Туда производитель поставил вот эту систему именно русификации. Теперь наши Эксиды, именно у моих клиентов, будут на русском языке. С Джили пока не договорились. В Джили пока только китайский. Можем перепрошить китайский Хуньси на английский язык. А с остальными машинами, ну, сейчас в разработке, сейчас закончится китайский Новый год. И я думаю, потихоньку, постепенно научимся перепрошивать абсолютно все автомобили. Здесь очень много всяких вот этих мопедистов, которые мешают. А сигнал у этой машины, ну, не очень. Вот, нажимаешь. Тут прямо охота, чтобы что-то такое, чтобы, блядь, пугало просто всех этих мотоциклистов. А он как-то, ну, так себе пикает. О, иностраночки ходят. На китайские машины не обращают внимания. Если бы ехал на гелике, по-любому, чтобы рукой помахали, да? Вот здесь очень много всяких разных крутивок, кнопок. Я просто, как бы, не любитель ездить на внедорожниках. Я думаю, кто понимает, тот поймет. Много всяких переключавок. Тут какие-то по кактусам ездить, по наклонной дороге, по горной местности, еще какие-то 4WD включения различных мостов, выключения. Это, видать, круиз-контроль. Я не знаю, что это такое. Здесь, ну, вот, кнопки включения 3D. Китайцы всегда есть. Вот эта функция. Очень круто все прорисовано со всех сторон. Можно посмотреть, я не знаю. Не-не, вот так. А, да, вот она вот так вот еще двигается. Притормаживает, да? Ну, да, притормаживает, но нормально. Еще бы у меня было, вот здесь было видно. Было бы вообще офигенно. Вот можно посмотреть, что происходит с колесами сзади, впереди. Ну, это, наверное, очень удобно, если когда вы где-то по бездорожью еете. Сейчас опять руль поворачиваю в сторону. Она мне сразу показывает, ну, машину со всех сторон. Не знаю. Вот я сейчас включил автопилот. Тут как бы руки нельзя отпускать от руля, но, в принципе, она сама поворачивает. Сейчас скорость увеличим. Она сама едет, сама держит полосу, сама тормозит перед впереди едущим автомобилем. Вот сейчас пишет, возьмитесь за руль. Видит абсолютно здесь все машины, которые впереди. Вот он тормозит сам. Вообще ногу убрал. Вообще вот, нету. Он остановился. Также вы спрашиваете, какую машину можно заказать. А можно ли я там закажу какой-нибудь Toyota Highlander или Cadillac Escalade, к примеру. Вы можете заказать у меня абсолютно вообще любую машину, которую вы слышали или видели на просторах интернета. Все, что известно этому миру про автопром, все есть в Китае. Но не каждую машину будет привезти выгодно. Самые выгодные варианты это тащить отсюда электричку либо китайскую машину. По музыке мне здесь все нравится. Музыка очень играет качественно. Не сильно громко, если на максималку ставишь кто-то любитель послушать прямо вот, чтобы окна дрожали. Здесь такого нет, но нормальный звук. Мне нравится качественно. Колонки абсолютно вообще везде. Низкий вот этот звук очень тоже качественный. Сейчас все вообще абсолютно, производители автомобилей, борются за маленький расход. Но у этой машины расход, я бы сказал, вообще не маленький. Потому что, ну, так я по городу сейчас езжу по Санье. Тут и пробки постоянно, сейчас много приезжих в связи с тем, что Китай открылся и все поехали отдыхать. Короче, эта машина расходует примерно от 14 до 15 литров на 100 километров. Это при езде по городу. По-моему, это очень до хрена. А танк 500, да, вы уже, наверное, знаете про него. Тот вообще расходует свыше 17 литров. Ну, это прям реально танк. У пассажира рост 170. И я сижу реально, у меня уровень обзора примерно вот на уровне вот этого. То есть я сижу, как будто реально в танке. Я, короче, сижу сам по себе низко. Вот. А обзоры у меня достаточно хорошие. Но такое ощущение, что передо мной какая-то преграда, перегородка, короче, которая меня защищает. И реально возникает ощущение, что сидишь в танке. Следующий очень популярный вопрос. Это вы меня все спрашиваете, есть ли гарантия на те автомобили, которые я привожу. Возможно ли как-то у дилера поставиться на гарантию и так далее. У дилера вы поставиться не можете, но гарантия будет. Я сейчас начал работать с одной фирмой, которая предоставляет гарантию абсолютно для любой машины, которую я привезу. Это стоит от 45 тысяч в год. И поэтому, если какая-то важная часть у машины, будь это двигатель, либо коробка отлетит, то вы всегда сможете восстановить ее, либо поменять на новую, ну, в зависимости от гарантийного случая, через эту компанию. Ребята надежные, поэтому гарантия есть. Мне здесь очень не нравятся тормоза. Они прям очень тугие, нужно сильно нажимать. Ну, в принципе, это внедорожник, тут должен здоровый мужик сидеть, не какая-то маленькая, хрупкая девочка, поэтому нога должна, наверное, весить килограмм 30, чтобы управлять этим тормозом. Но мне не очень нравится. Где-то на других машинах только прикоснешься, она уже тормозит, а тут прямо нужно вдавливать. Если бы я в России жил бы, я бы, наверное, взял. Вот сейчас мы ездим по Сане, тут просто идеальные дороги. И даже нету пляжа, куда можно выехать, к воде еще как-то. Все абсолютно контролируется государством. Нет никакого бездорожья. Короче, здесь, короче, я снял вот эту машину и просто трачу деньги на бензин, грубо говоря. Сейчас, сегодня, аренда закончится, я сниму какой-нибудь кабриолет и будем кайфовать реально, как на отдыхе. Здесь реально такая машина не нужна, по сути. Стоимость вот этого вот красавца уже с растаможкой под ключ во Владивостоке. Минимальная комплектация начинается вот от этой суммы. Короче, я устал ездить на танке. Все-таки это более для экстремального, дикого отдыха. Поэтому я решил танк поменять вот на эту BMW 421. На ней все-таки более комфортно, с открытым верхом. Ну и вообще, мне нравятся вот более вот такие вот машины. Мне нравится кайфовать. У меня в группе, в Телеграме, ссылка на него как раз под этим видео, есть прайс, который постоянно обновляется. Сейчас там более 200 с чем-то машин. Ребят, я вам сразу скажу, цена зависит от курса. Если рубль к юаню достаточно дешевый, то есть сейчас он примерно 1 к 10, поэтому, ну и машины чуть-чуть будет дороже. Если курс чуть-чуть просядет, соответственно, и машины будут в цене намного ниже. С февраля у меня начнет работать несколько менеджеров по продажам. Они будут в моем Телеграм-канале. Вы с ними можете обговаривать все моменты, то есть он вам расскажет какие-то комплектации у автомобиля и так далее. Но, запомните, вот это очень важно. Когда вы уже будете конкретно готовы купить автомобиль, вы должны связаться лично со мной, лично со мной созвониться по видеосвязи, потому что я боюсь, я смотрю, у других людей появляются специальные вот эти люди, которые воруют клиентов, обманывают. Короче, чтобы нам это избежать, выходите со мной один на один на связь, желательно, по видео. Ребят, у меня в прайсе указана таможенная пошлина, которая рассчитывается через сайт ТКС таможенный калькулянтер. Вот именно вот эта таможенная пошлина, она к прайсу прикрепиться по курсу не может. Поэтому, вы когда будете смотреть мой прайс, вы сами заходите на таможенный калькулятор и просчитываете таможенную пошлину сами, потому что, ну, сами понимаете, от курса она зависит и к калькулятору ее не привязать. То есть, вы вбиваете туда мощность двигателя, если это электрическая машина, вбиваете количество киловатт в ней, а если бензиновая, то мощность двигателя, лошадиные силы и цена его. Масса не нужна. И смотрите, это новый автомобиль либо бэушный. Нажимаете продолжить и вам показывается полная таможенная пошлина в России. Я очень надеюсь, что ответил на все ваши вопросы, но если все-таки у кого-то какие-то остались сомнения либо какие-то непонимания, вы можете оставить внизу ваш вопрос вот этим видео в комментариях. Я в следующих видео постараюсь ответить на них. Ну а на этом все. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо вам за подписку, за лайк. Поделитесь этим видео. Не забывайте, мои ссылки все находятся внизу под этим видео. И до скорых встреч. Пока!